Всем привет! Серёжа живой, ест, но мало разговаривает. Мы тут немножко поменялись местами. Вот, что хотел сказать. На работе, в принципе... Как бы так сказать? Покажи, как работает поле. Ты вставишь пока. Итак, здесь вот в Польше бывают несколько видов энергетиков. Например, такой. И вот такой. Всем разный вкус. Кажется, да, как здесь... Некоторые могут работать. И особо они как бы не парятся. И наверное, японцы тут тупо на своем же месте. Спят. Спят. Но хотел взять интригарь, чтобы ты вставила и посмотрели на видео, они что-то там делают. Ага. А может быть, у меня получится наложить? Ну да, наложить. Что наложить? Нет, за то, что у тебя получится, я уверен. Так я телефон. У меня вообще какой-то интересный этот... Колумбур, блин. То чай с травой. То наложить сверху. Ты представляешь, когда я начал слушать? Мойной мир. Думаю, тебе понравится. Там как раз такие вот много уделяются моментов. Моди и такое всего. Так что... Я вот совсем не понимаю, каким образом француз, итальянец, русский, какой-то там еще немец, кто-то там еще, все вместят в одном месте и тусят, или игра сварит между друг другом. Я решила покушать и буду собираться на работу. Такой вот салат себе придумала с морковки и кукурузы. И попью какао наконец-то. Вот. И буду собираться на работу. Мне опять не пришло смс уведомления. Посмотрим. Буду работать сегодня с шести или с десяти. Но зато теперь наверняка я знаю, что с десяти я точно выйду на работу. В общем, вот так. Кто кушает вместе со мной, приятного аппетита. Так вы поняли, я иду на работу. Вот. Выложила я видео буквально полчаса назад и понравился мне комментарий. Это был самый первый комментарий. Написал его Сергей. Я бы стеснялся так ходить, снимать. Боже, почему у меня в голове мысли все так сладненько. А как только я включаю камеру, все. Хана. Мысли все как будто разбирались кто куда. У меня также есть, конечно же, смущение. И также я думала, что я вообще не смогу достать камеру на улице, чтобы кто-то видел. Потому что все понимают, что ты немножко странный. И, типа, идешь сам с собой разговариваешь. Или, типа, а ты блогер? Типа, да ну. Вот. Я, конечно же, не претендую на лавры какого-то очень талантливого блогера и так далее. Поэтому мне, конечно, тоже немножко не по себе. На улице ветер. Но мы не сдаемся. Так, я надеюсь, что будет все нормально записываться. Звук. Так. Но, знаешь, меня мысль спасает такая, что я не делаю ничего криминального, ничего плохого. Это, во-первых, я о них расхаживаю галешом по улицам, пугая людей своим видом. Блин, по-любому кто-нибудь напишет. Ты сама себя видела в зеркало? Ладно. Ладно, будем серьезно. Я не делаю никаких преступлений от того, что я снимаю сама у себя. Саму себя, любимую. Я больше никого не снимаю. Ну, за исключением случайных прохожих, которые попадают в мой кадр. Я не хожу пьяная на улице. Вот, причиняет тоже этим дискомфорт. Хотя очень многие это делают и вообще не парятся. Вот. В общем, я никак не врежу тем, что я снимаю. И самое главное, что хотелось бы сказать, что людям сугубо все равно. Ты просто представь себе такую ситуацию, что ты увидел человека, который что-то там снимает на телефон или на камеру какое-то видео и что-то говорит. Как долго ты будешь о нем думать? Ну, я думаю, не более пяти минут. Ну, посмотришь, он чудак или... О, видать, это там новый блогер выискался. А, возможно, знаменитый блогер. Ну, как бы, я не думаю, что тебя будут посещать какие-то очень ужасные мысли. Ооо, он снимает, он что-то делает. Вот. И поэтому, если тебе этого хочется, если тебе это нравится, то делай это. Очень надеюсь, что было слышно, что я записала перед этим. Вот. Но, если что, перезапишу. В общем, спасибо вам за такие хорошие комментарии. Мне очень сильно приятно. Это очень сильно поддерживает меня. Спасибо вам, правда. Спасибо. Так вот, возвращаясь немножко к тому вопросу, о котором сейчас я говорила. Хочу сказать, вот сегодня задумалась на такую тему, пока готовила тормозок. Почему мне не хватает наглости, которая, честно, была бы, наверное, к месту, что ли, в какой-то степени для удобства моего же собственного. То есть, например, у нас много человек на кухне, на маленькой кухне, на которой развернуться трудновато. Так вот, мои соседи, они, в принципе, не церемонятся и особо себя как-то не ущемляют в распределении пространства для всех нас, так скажем. На что я терплю какую-то, получается, неудачу, грубо говоря. То есть, мне неудобно. Я делаю все медленнее. Я не могу уделить больше времени тому, чего бы хотелось приготовить. Смотрите, что вижу. Вы это видели? Интересно. Я надеюсь, это снялось. Я просто не видела. Так. В общем, проехал вот тут вот. Машина просто выехала тупо по газону. О, я в шоке. Видите, как интересно все-таки снимать с себя часть. Много интересного замечаешь. Так вот. То есть, они, абсолютно не испытывая дискомфорта, готовились, собирались, суетились и делали то, что им хочется. Абсолютно не обращая на меня внимания и на то, что что мне там неудобно или, может быть, они мне как-то мешают там. Их абсолютно это не парило. Зато я такая даже к раковине не могла подойти спокойно, потому что куча их них судочков. И я так косо, бока, криво. И все из-за того, что мне неловко и как бы не по себе просто сделать замечание. Я не знаю. Если честно, я бы очень хотела с этим бороться. Если вы знаете как, напишите мне. Я не знаю, но мне кажется, что нужно в себе вырабатывать это, потому что мы все живем в одинаковых условиях. И я не хочу требовать чего-то большего, а просто то, что полагается нам одинаково, в равной степени. Вот. Надеюсь, вы меня понимаете, о чем я говорю. Спасибо тем, кто меня понял. Иногда у меня действительно очень много мыслей в голове. И Сережа, кстати, хотел, чтобы я вела блог свой, потому что я постоянно мучаю его этими разговорами. Он от меня устает, а я ничего поделать с собой не могу. Вот такой вот я родилась болтушкой. И все, кто меня знает, все знают, что я очень люблю болтать. И если мне позвонить, то это на полчаса как минимум. А то и бывает больше и больше. Обо всем на свете мне интересно говорить. Поэтому теперь вы, мои слушатели, у вас хотя бы есть выбор, если не интересно, нажать, пропустить или закрыть просто это видео и смотреть что-то то, что вам интересно. Вот. В общем, я подхожу уже к работе. У нас погода очень суперовская, весенняя, я бы сказала, действительно. Слава Богу, снег растаял. Слякоти нет, просто немного влажно, нормально грязно. И все, на меня собака галкает. Он как возмущается. Говорит, не снимай меня. В общем, подхожу к работе. Сейчас подойду к Сереже. Мы с ним еще немножечко постоим, пообщаемся. И я сегодня работаю 12 часов. И все, пошла я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»